Рев бензопилы нарушает утреннюю тишину старой загоры. В сквере под названием дубовый колок идут санитарные работы. Сухие ветки, аварийные деревья спиливают. Лучшее время для такой операции именно зима. У деревьев сейчас своеобразная спячка, прекращается движение сока внутри ствола. И поэтому обрезку они перенесут легче, что пойдет на пользу и скверу, и жителям. Опытный глаз мастера больное дерево от жизнеспособного отличит с первого взгляда. Вот это вот, видите, у него заболевание идет. И поэтому дерево аварийное. С этой стороны у него тоже самое вот. Это уже нараст пошел, это самое, считается дерево аварийным. Поэтому дерево убираем. Приговор спилить нельзя оставить, выносит далеко не каждому дереву. Мы сначала прошлись как представительным районом, определили деревья, которые подлежат сносу. Трещинами, суховершины, больные корни, у которых уже все будут убираться. А которые сухие веточки, просто санитарная обрезка. Этот сквер – любимое место отдыха жителей соседних домов. И когда здесь начались работы, бдительные жильцы услышали звук бензопил, так испугались за деревья, что вызвали полицию. Впрочем, участковый разобрался во всем быстро. А вот кого появление людей в оранжевых жилетах не удивил, так это Валентину Скачкову. Она одна из тех, кто писал в администрацию района, чтобы старые деревья спилили. Чтобы люди могли проходить вечером, не бояться. Ветки все низко растут, все заросло. И чтобы вот эти вековые дубы, которые росли два века, нам еще послужили на долгие-долгие годы. И вот здесь вот два-три дерева упали. И здесь вот падают иногда, и вот тоже падают. Можно, вот пилить нужно, конечно. Мастера в сквере будут работать еще несколько дней. Охватить нужно больше двух гектаров. А следующей весной на месте спиленных деревьев появятся новые. Какие? Решат сами жители. Валерия Макарова, Максим Гусев, События.